программа для обработки фотографий фотомастер от российского производителя ams software стоит по сравнению с приложениями adobe совсем небольших денег а когда я еще увидел что сейчас она продается с огромной скидкой я не задумываюсь приобрел ее для того чтобы провести полноценный тест и вам рассказать о всех ее достоинствах и возможно о недостатках если такие имеются фотомастер намного дешевле чем программы adobe да и подписку сейчас не купить гражданам рф ну разве что через посреднические ресурсы которые возьмут свой процент еще фотомастер прост и интересен при использовании и используют своих алгоритмов возможности искусственного интеллекта а разработчики лояльнее к своим клиентам чем именитые компании чего только стоит живая техническая поддержка вместо привычных чат-ботов которые всем уже успели изрядно поднадоесть и вот после недели работы фотомастере я не скрываю восторга от получаемого удовольствия при обработке снимков результатом очень доволен и теперь даже испытываю чувство гордости за команду отечественных разработчиков которые как я считаю по многим параметрам смогли утереть нос компании с много миллиардом оборотом но давайте немного подробнее так что же из себя представляет и что умеет фотомастер первое что бросилось в глаза это легкий интуитивно понятный интерфейс удобство и простота ты как бы не обрабатываешь а играешь получая удовольствие от легкого использования еще программа фотомастер периодически подкидывает какие-то приятные плюшки ну например виде бесплатных модулей для ретуши или коллекцию живописного неба надо просто кликнуть скачать бесплатно стоит отметить богатый функционал со множеством автоматических настроек например модуль hdr содержащие в себе коллекцию готовых настроек в виде пресетов ретушь портретов имеет богатый набор сохраненных настроек начиная от разглаживания кожи до устранения бликов и приданию глазам четкости резкости и блеска а чего только стоит модуль пластика где вы без особых знаний ретушера быстро и легко обработаете портрет например придав женскому лицу утонченные черты и слегка усилив улыбку работа в канале лап для получения дополнительных цветовых оттенков без использования кривых а просто в один клик используя готовые параметры и многое многое другое о котором я обязательно расскажу когда изучу более глубоко возможности фотомастера ну и так как недостатки есть у любого софта и я вам часто указываю на них во вселенной adobe не обошли они стороной и фотомастер это достаточно длительная загрузка снимка после клика вам придется подождать около 15-20 секунд прежде чем вы сможете приступить к обработке но это касается raw файлов jpeg открываются намного быстрее и до техническая поддержка сказала мне в скором будущем это будет устранено ну вот пожалуй и все минусы с которыми я столкнулся с момента знакомства с фотомастером а вот положительные фичи можно перечислять и далее порадовали предустановленные современные трендовые 3d луты которые в один клик сделают вашу фотографию в стиле известного фотографа или блогера миллионника еще вы можете загружать использовать собственную коллекцию 3d лутов а создавать свои луты вы сможете научиться по моим видеороликам в описании и таким образом я увидел что фотомастер включает себя самые сильные стороны таких программ по обработке фотографий как lightroom photoshop и luminar но имеет при этом более простой и понятный интерфейс и лучший юзабилити любой жанр можно легко и непринужденно и даже с удовольствием обработать фотомастере будь то портрет городская фотография пейзаж предметка или если вы видеоблогер вы сможете там легко создать обложку для своего видео о дополнительных возможностях поговорим чуть позже цена спросите вы за такой ворох преимуществ сейчас действует сезонная скидка 40 процентов и цена на полную версию программы составляет всего 1470 рублей за версию профи оплатив эту по нынешним временам чисто символическую сумму абсолютно любым удобным для вас способом начиная от карты и заканчивая электронным кошельком либо через приложение оператора связи вы получите единоразовую бессрочную покупку с годовым обновлением то есть софт вы получаете навсегда еще плюс к этому год обновлений и даже если в течение этого года выйдет новая версия программы вы также получите ее в свое распоряжение и мне это очень сильно понравилось потому что в отличие от компании adobe здесь я принимаю решение сам нужно мне будет обновляться через год использования или я продолжу использовать купленную версию вы же помните она бессрочная но можно поступить например как в случае с телефоном многие из нас меняют свои смартфоны раз в 3-4 года также здесь можно когда под собрались какие-то новинки прошло определенное время и вы чувствуете что вы нуждаетесь в обновлении вы сможете опять купить программное обеспечение за достаточно небольшие деньги кому стало интересно переходите по ссылке знакомьтесь с программой ну а решение покупки как всегда остается за вами итак друзья при открытии фотографии весь необходимый интерфейс содержится вот тут буквально на глазах верхней и боковых панелях слева если мы кликнем на стрелочку у нас откроется панель с основными инструментами необходимыми для ретуши фотографий это стандартное удаление мелких недостатков штампик кисточка радиальный градиентный фильтр виньетка и так далее сверху у нас с вами открыта первая закладка улучшения и выбирая любой из модулей настройки этого модуля находятся в правой панели а мы давайте с вами перенесемся в рим и обработаем фотографию фонтана четырех рек у нас архитектура и первым делом при обработке подобных фотографий я как правило исправляю геометрию вот и давайте посмотрим как фото мастер с этим справиться это находится в закладке инструменты выбираем геометрия и здесь мы видим с вами ползунки давайте для начала устраним небольшую дисторсию вы как бы разравниваете фотографию на гладком столе поверну я немного фотографию по часовой стрелке ориентироваться я конечно же буду по вот этой центральной колонне на которой размещены элементы фонтана пожалуй это так теперь давайте поработаем с вертикалями ну конечно вот такую вытянутую мы оставлять не будем и это меняется за счет пропорций давайте вернем нашей фотографии естественные пропорции после того как мы исправили геометрию кадра кликаем кнопочку применить здесь же у нас в инструментах содержится коллекция 3d лутов переходим сюда и давайте выберем какой-нибудь лут пожалуй мне нравится вот этот его только можно будет немного доработать итак выбрали лут и в этой панели у нас две закладки стандартные это предустановленные и пользовательские куда вы можете подгружать свои луты кликаем кнопочку применить далее давайте перейдем в эффект и перейдем в эффект hdr мне больше нравится реалистичный после того как вы применили эффект hdr вы можете снизу ползунком доработать его интенсивность прибавить или убавить я сделаю слегка поменьше вот таким вот образом далее друзья в нижней панели вы можете отменить последний шаг обработки или сбросить все рядом глазик нажимая на него вы будете видеть фотографию до обработки и отпуская после обработки и рядом окошко вам покажет два снимка до и после для того чтобы вы могли видеть сразу и до и после на одном холсте кликаем стандартно применить еще мне здесь очень понравился эффект который называется мистический очень похожа на эффект ортона в котором я рассказывал в одном из своих видео ну и соответственно здесь содержатся ползунки для регулировки давайте применим и этот эффект он как бы делает легкую размытость изображения при этом сохраняя резкость таким образом вы как бы добавляете атмосферы ваше изображение кликаем применить и конечно же друзья наши любимые кривые они тоже здесь есть но в отличие от lightroom если вы начинающий ретушер и вам еще тяжело управлять кривыми здесь фотомастере содержатся настройки и вы можете всегда кликнуть на сохраненный пресет и уже его доработать до получения необходимого результата вот таким вот образом я добавлю контраста немножко подниму точку черного для того чтобы фотография стала более такая матовая более интересная вы друзья обратили внимание что я практически не использовал базовые настройки давайте кликнем применить перейдем в улучшение наши базовые настройки давайте немного уберем засветки сделаю я чуть-чуть поконтрастнее и немножко повышу экспозицию вот таким вот образом также у нас здесь есть сочность насыщенность при применении hdr эффектов здесь ползунки выставляются но температурой оттенок остается нетронутой и вы всегда можете доработать добавив дополнительную тренировку ваше изображение очень интересно смотрится на архитектуре если вы оттенок в сторону фиолетовых оттенков подвините буквально на 12 шага появляется дополнительная интересная тонировочка и на архитектуру ложится красивый еле заметный фиолетовый цвет ну и конечно же всегда можно поработать с цветами здесь стандартные настройки которые вы можете наблюдать и также есть цветовой баланс который и есть фотошопе это отдельный инструмент здесь мы останавливаться подробнее не будем а с оттенками давайте немного поиграем желтые я уведу слегка в сторону оранжевых оттенков теперь перейду в насыщенность и немного приберу синий цвет чтобы небо выглядело более естественным давайте вернемся в оттенок и синий также подвинем чуть-чуть влево чтобы придать небу кинематографичного лазурного цвета здесь еще содержится резкость можно немного добавить резкости радиус бы я вам советовал ставить где-то примерно на единицу злоупотреблять резкостью не нужно у вас на небе может получиться шум значение где-то вот 70 для этой фотографии будет достаточно итак друзья фотографию мы обработали осталось только ее сохранить и у нас для этого есть две возможности ну во первых справа верхней панели мы можем выбрать сохранить но тогда будут доступны не все параметры либо слева сверху кликнуть файл изменить размер и сохранить и тут для вас будут предоставлены дополнительные параметры есть предустановленные пресеты сохранения для разных мониторов либо для соц сетей параметры можно всегда выставить вручную давайте я выставлю 1980 по длинной стороне количество точек я рекомендую выставлять побольше по умолчанию стоит 75 выставим 250 интерполяция бикубическая резкость небольшое повышение применить всплывающем окне можно изменить название вашего изображения кликаем сохранить всплывает окно в котором вы можете удалить мета данные удалить gps прописать авторство и добавить какой-либо комментарий к изображению сохранить и мне понадобилось всего лишь несколько шагов для того чтобы обработать эту фотографию что мы имеем в итоге скажу сразу что фотомастер имея свои явные преимущества легко заменит и lightroom и photoshop и luminar цена на порядок ниже но у сравните 1470 и 22000 рублей функционал доступен и просто справиться с ним начинающий фотограф и ретушер без опыта также фотомастер содержит много интересных инструментов которые я думаю зайдут даже профессионалом ну и конечно же фотомастер будет полезен начинающим видеоблогером имея богатую коллекцию интересных шрифтов и стикеров вы легко и непринужденно сможете делать обложки для своих видеороликов и если бы меня вкратце просили описать работу фотомастере я бы ответил что это комфортная обработка с элементами развлечения ну и конечно же живая техническая поддержка которую обеспечивают сотрудники компании а если эта программа вам понравится а увижу это я по количеству просмотров то я запишу бесплатный курс по обработке фотографий при помощи программы фотомастер ссылка на софт в описании решение как всегда за вами но я вам желаю творческих высот с вами как всегда был серджио всем добра и мира и до скорых встреч в следующих видео всем пока пока и